я начну с очень простой констатации предположим себе что вы знаете что такое экономическая система дальше я фиксирую предельно простой тезис который как выяснится не так просто я говорю экономические системы разные особенно во времени в истории то есть нет экономики есть экономика вообще но она в данном случае нам не интересно как слишком плоская абстракция точно так же как сказать что есть живое существо вообще давайте рассмотрим специфику вот молодого человека на базе этого тезис и вы и я животные безусловно но видим этого мало для того чтобы понять чем наш смысл поэтому про экономику вообще мы пока на время оставим кать этот вопрос вы зафиксируем что есть исторически конкретные качественно различные экономические системы это принцип конкретного историзма качественно различные обладающие спецификой качественные экономические системы раз они сменяют друг друга исторически 22 а они могут сосуществовать во времени сейчас я буду приводить пример сменять другого времени но могут и сосуществовать во время кстати обратить внимание я не сделал презентации не потому что я лентяй хотя и лентяй просто когда есть презентация у студента возникает ощущение вот картинку показали я ее сфотографировали потом скопировал следовательно я все знаю когда надо конспектировать вы должны суметь перевести на свой язык и своими словами выразить то что говорит профессор и довольно сложная интеллектуальная творческая работа если вы ее проделаете вы уже немного усвоить материал если просто фотографируйте считаете что вы на лекции не были поэтому такое издевательство профессора заставляющего вас работ все время лекции то есть вы можете конечно ничего не делать поставить галочку чтобы были получить зачет но это неинтересно и так значит конкретные исторически конкретные системы обладающие системным качеством сменяющие друг друга во времени которые могут существовать ну классический пример натуральное хозяйство экономика на основе натурального хозяйства и рыночная экономика натуральное хозяйство это когда сам посеял то есть сам вспахал сам посеял сам собрал урожай сам его съел дача вы скажете где вы видели натуральное хозяйство двадцать первом веке ну примерно третья скорее всего даже половина крестьян идей большую часть продукции сами все это сами собираются не съедают также как несколько тысяч лет назад индия одна из передовых стран входящих брикс страна полупериферии центральной африки это вообще основной вид экономики сельского хозяйства сосуществует с рынка просто маленький пример далее продолжаем что значит что они конкретные исторические системы довольно простую но очень важную вещь это означает что этих систем есть начало и есть конец граница вообще качество это то что характеризуется границей вот здесь есть система вон там нет вот если я сейчас выйду за вот этот предел то я исчезну из видеокамеры да из поля там меня нет если вы туда меня опять экономической системы есть граница причем эта граница не только в пространстве но и во времени она когда-то возникла и когда-то умрет кажется банальностью и на самом деле банальность но давайте сейчас вам задам вопрос который я все время задаю студентам везде от японии до канады или соединенных штатов америки раз даже бразилии задавал те кто знает ответ второкурсники магистры пожалуйста молчить я не помню вам про это эту загадку загадывал или нет мы живем в рыночной экономике что такое рыночная экономика вы все знаете ходите в магазин что-то покупаете продаете какие денежки получаете тратить и так далее пока на этом уровне скажите пожалуйста когда рыночная экономика стала господствующей в мировом масштабе повторяю когда рыночная экономика стала господствующей в мировом масштабе сейчас проводим мозговой штурм критика запрещено принимаются любые ответы без обоснования просто любой ответ пожалуйста мадочек начале 19 века галерка когда 90-е годы двадцатого века девушка вторая половина двадцатого века так кто-нибудь читаешь она раньше стала господствующей ну это второе тысячелетие до нашей эры или все-таки великие географические открытия велики 15 16 но 16 давайте хорошо вот эта традиционная картинка с любой стране мира не студенты называют ну иногда еще античность вспоминают но обычно 16 век промышленная революция 18 и начал 19 века но и редко 20 век 90-е годы 20 века вспоминают очень редко почему почему такой разброс у высоко эрудированных студентов обществоведов высоко культурной страны не только россии соединенных штатов америки китай и японии вот я читаю лекции в кембридже я читал лекции то же самое наверное потому что традиционная экономическая наука и не только экономическая наука этот вопрос не ставит в господствующий сейчас неоклассической теории рынок воспринимается как естественно экономическая система там даже есть такой слов естественный интерес человека в максимизации денег естественно рациональное поведение минимизировать затраты максимизировать выгоду то есть это как бы опять постмодернистское словечко было всегда это первое второе для большинства из нас азии африки латинской америки и даже россии не существует когда речь заходит о рынке его генезисе подавляющее большинство вот сразу принимает западную европу и соединенные штаты и для этого есть основания не стали передовыми странами с развитием рынка если дальше в эту тему углубляться не буду если захотите зададите мне вопрос и заодно обсудим какой ответ правильный мне сейчас важно было просто зафиксировать элементарный банальный тезис экономика состоит искать тезисы качественно различных сменяющих друг друга систем которые возникают и умирают азы диалектики при приложении кажущейся совершенно очевидной хорошо знакомой системе рынку вызывает кучу проблем далее ну вот я по памяти нарисую простейшую картинку значит это время а это доля государственного бюджета по отношению к валовому внутреннему продукту страны государственный бюджет это все что перераспределяется государством получается и тратится государство во всех уровнях начинает деревне гадюкина где всегда идут дожди и заканчивая федеральным уровнем все бюджет консолидированный бюджет то есть какая часть всего что производится перераспределяется государством давайте возьмем 20 век ну и максимум где-то 70-е годы 20 века соответственно кажется что кривая идет вот так и сейчас чуть-чуть загибается ну вот если 55 то это западная европа западная европа особенно скандинавия если вот где у нас тут вот 35 до соответственно это будут соединенные штаты америки но в любом случае сегодня от 3 до половины всего что производится перераспределяется государство и государство себе забирает виде налогов рент из природных ресурсов многого чего другого доходов от государства сектор и прочее используют на военные цели на содержание чиновников на там где-то полностью где-то частично бесплатную медицину образование инфраструктурные проекты решение экологических проблем и так далее используют по нерыночным критериям ну или отчасти по нерыночным критериям о чем это говорит о том что рынок который с точки зрения вот одного из наших участников нашего процесса только в 90-е годы двадцатого века победил во всем мире к этому моменту уже на треть сдал свои позиции и на его место пришло не рыночное распределение ресурсов то есть у рынка оказывается прослеживается что-то напоминающее конец тезис о начале и конце рыночной экономики являющиеся прямым следствием того что мы используем диалектический метод любая система развивается возникает и умирает ставит огромную проблему когда умрет рынок и то что он умрет становится очевидностью попробуйте сказать в экономической среде вам покрутят пальцем у виска и скажешь его полный идиот душа рынок это естественно экономическая система ничего другого человечество не придумала если придумал то это советский эксперимент в котором был дефицит штанов и дальше возвращаться в эту систему нельзя итак зафиксировали этот момент до экономика совокупность вот таких систем конкретных исторически развивающихся и так далее давайте делаем следующий шаг и окажется что эти системы каким-то образом надо классифицировать прежде чем их каким-то образом классифицировать давайте посмотрим на внутреннюю структуру экономической системы я вам обещал что мы будем обращаться к некоторым стандартным марксизма знаете как джаз есть джазовые стандарты там караван еще что-нибудь таком духе да так и марксизме есть некоторые стандарты вот один из таких стандартов это структура где есть технологической базис марксизм это называется производительная сила где есть система производственных отношений экономический базис они тут не так тряпки не потом мы их расшифруем есть то что обычно называлась настройкой на напишу все по-другому социально-политические идеологические культурные феномен соответственно вот это обычно называется общественно-экономической формате я это напоминаю поскольку марксизмом читали вы это должны знать ну это было давно и не всегда кажется правдой можно ли как-то посмотреть на экономику под этим углом зрения можно я сейчас займусь некоторым описанием процессов как жило человечество до того как рынок стал господствующим мировом масштабе и живет отчасти до сих пор технологический базис ручной труд ручные орудия труда если вы думаете что это прошлое посмотрите на клининг менеджеров можно посмотреть на значительную часть занятых в аграрном секторе мировой экономики ну и главное что так человечество жило тысячелетиями на этой базе вырастают отношения натурального хозяйства сам посеял сам съел на этой базе возникают отношения вне экономического принуждения это когда рабство крепостничество или поголовная азиатская деспотия на последнее прошу обратить внимание с точки зрения скажем целого ряда ученых в частности профессора семенова долгое время работавшего в тесном диалоге с философским факультетом сейчас он здесь выступает политарный так называемый вот азиатский способ производства с оголовной деспотии государство собственник всего государства собственник людей все рабы государства больше или меньшей степени плюс чиновничьей иерархии вот с его точки зрения советский союз тоже был такой политарной системой по семенову я так не считаю с этим спорим но и с точки зрения очень многих либерально мыслящих философов экономистов и политологов сегодня в россии возрождаются элементы той же самой системы универсальный принцип я начальник ты дурак ты обязан следовать универсальным правилам везде от экономики до кэджи нить бы на место тотального рынка где ты должен следовать правилам рынка приходит тотальный контроль власти чем даже не только государства власти до власти собственностью но азиатская система так действительно работала тысячелетиями и неплохо работу самые крупные мощные империи соответствующая политическая идеологическая культурная настройка один вариант второй вариант который нам хорошо известен внизу индустриальное производство машина паровая машина потом дизель электричество и так далее производственные отношения рынок наемный труд капитал капитал самовозрастающая стоимость из миллиона над сделал 2 из миллиарда надо сделать 10 хорошо бы триллион но это пока никому не удалось ну долларов естественно в рублях удалось нет они в переводят те кому удалось у них все равно сотни тысяч миллиардов долларов вот соответствующая политическая система но обычно парламентская или президентская демократия но если не работает можно фашизм кстати в качестве отступления смотрите на европу 1941 года рынок есть есть наемный труд есть есть капитал есть есть крупнейшие корпорации дружат с гитлером причем не только немецкие но и французские австрийские шведские так далее германия фашизм франция фашизм италия фашизм испания фашизм португалия фашизм австрия фашизм чехословакия фашизм и так далее расцвет рыночной экономики мощнейшая экономическая система сорок первого года то же самое пиночет в чили и много других латиноамериканских диктатор поэтому если вы думаете что на базе крупного капитала и рынка нельзя получить фашистскую диктатуру то вы ошибаетесь очень даже можно и более того крупный капитал в ряд случаев в этом прямо заинтересован особенно когда ему говорят слушай посмотри вот всеобщая забастовка это англия тридцатый год а вот тут восстание в вене тридцатый год австрии а вот тут красный сейчас если коммунист социал-демократами объединяться победят на выборах германии тридцать третий год а вот тут франция победа красного фронта накануне второй мировой войны давай лучше фашизм давай говорит крупный капитал и жмут руку шекель груберу ну или кому-нибудь еще насоление там но это все для 21 века очень актуально к чему и к тому что вот эта вторая система ну и третье тема самое интересное вот пост рынок и пост капитализм возможной линии мы с вами в этом будем много говорить сейчас я просто поставлю многоточие вы спросите при чем здесь диалектический метод при двух как минимум тезиса который только что раскрыл конкретный историзм система имеет начало конец бытие небытие границу во времени в пространстве система развиваются два тезис сейчас добавим 3 это развитие связано с противоречием что такое противоречие я вам рассказывать не буду либо вы это знаете либо я вам рассказать не смогу тайна противоречия состоит в том что там не одна сторона и другая сторона эти вот посмотришь с одной стороны ведь погода хорошая дождя нет посмотришь с другой стороны погода плохая прохладно нет это не диалектика не противоречие противоречит когда одно и то же отрицает самое и себя и это является источником развития и все это выражается в двух прямо противоположных тезисах об одном и том же то есть это отрицание закона исключенного 3 закон исключенного 3 знаете либо а либо не а все что сверх того тот лукавого ну я утерирую немножко данном случае а верно не а верно как соединить только в развитии я приведу два примера один смешной один из области эти уже экономической теории чтобы нам переходить к экономике вот смотрите представим себе что у меня это ручка в качестве окончания имеет бесконечно малую бесконечно острую какую-то штуковину а вот здесь есть бесконечно малая точка пространства дальше я говорю вот это бесконечно малая окончания ручки находится в данной бесконечно малой точке а и это верно второе что я говорю это бесконечно малая окончания ручки не находятся в этой бесконечно малой точке пространства и это абсолютно верно может такое быть когда замечательно это первое то есть понятие бесконечно малого уже самого к себе противоречиво это она малая нет она немало если она была малая но был не бесконечно малом она отсутствует нет она присутствует но на самом деле то что я сказал это еще и описание равномерного прямолинейного движения можно даже убрать бесконечно малом если даже вот этот шарик находится или не находится а если находится не находится там движется здесь находится значит он стоит если он не находится то его нет если находится не находится он движется но это смешная иллюстрация к диалектическому противоречию просто намекающие на то что движение развитие есть диалектика противоречия только но зафиксированы это не это ложь в экономике очень важно мы будем все время работать с рынком вот в рамках производственных отношений таким рынком сяким рынком почему потому что он сейчас господствует вот базовое определение рынка состоит в соединении двух прямо противоположных сторон марксов капитале это частный и общественный труд но я использую расшифровку этого понятия в работах ленин не пугайтесь я иногда буду обращаться владимиру ильичу ульянову как теоретику ленине как о политике если захотите мы поговорим но за рамками эти основного курса можно в качестве вопроса и так он пишет что в товарном производстве ключевая основная характеристика это противоречие обособленности производителей с одной стороны общественного разделения труда с другой что такое обособленность производителей каждый работает сам по себе независимо от других за свой счет на секунду отвлекаясь вы скажете а кредит про кредит вы знаете да деньги взял на время и чужие отдал своей навсегда то есть это ничего не меняет на самом и так за свой счет производит продукцию для кого хочет средства производства получает от кого хочет абстракция рынка все обособлены это раз никто ни от кого не зависит никто никем не командует прям противоположная сторона 2 общественное разделение труда все зависят от всех хотите сделать автомобиль вам нужно электричество металл станки специалисты кирпич для здания все человечество сегодня автомобиль на самом деле собирается из деталей которые производятся тысячами предприятий по всему миру это не считая здание которое построено еще как-то и специалисты которые подготовлены еще где-то все от всех зависят и все от всех не зависят точнее каждый ни от кого не зависит давайте уберем одну сторону общественного разделения труда нет обособленность есть какую экономическую систему мы получим кто еще не уснул отвечайте еще раз значит каждый сам за себя делать что хочет как хочет общественного разделения труда нет ну почему здесь войну война давайте войну исключим дает политика я готов поспорить что все из вас каждый из вас участвовал в таком типе экономики но в первобытном обществе вы вряд ли жили я вам про него только что рассказывал против экономики будьте внимательны до натуральное хозяйство до дачи картошку копали хотя бы на чужой даче нет если нет то вы счастливы хорошо берем вторую ситуацию общественное разделение труда есть обособленности нет что мы получим ну плановые да можно сказать командный плановая система то есть смотрите только когда есть две противоположных стороны они едины есть рынок убираете одну сторону хотите оставить какую-то хорошую ту или другую вы выпадаете в другую систему либо дорыночную либо пострыночную вот с этими противоречиями будем работать постоянно на протяжении всего нашего курса то же самое с наемным трудом и капиталом они едины и они отрицают друг друга значит я проиллюстрирую это единство и противоположность двух классов наемного труда и капитала на нескольких таких политически заостренных примерах чтобы не только вот технологиям переходить но и к политическим социальным процессам значит классические примеры классовой борьбы столкновения пример который возможно будет вам хорошо знаком вы нанимаетесь работать хорошую фирму вам говорят у вас 40 часовая рабочая неделя вот такой-то оклад вас принимают соискателем на испытательный срок на полставки соответственно вы работаете 4 часа в день пять дней в неделю вы приходите на работу вам говорят да вы знаете это все совершенно точно но у нас 10 соискателей работник нам нужен через полгода один поэтому если вы хотите показать свою лояльность к фирме я думаю вам стоит задержаться после четырех часов работы я думаю вам стоит всерьез поработать у себя дома чтобы поднять как лучше выполнять эти функции если вы еще проанализируете вот эти материалы самостоятельно ночью и придете с хорошим результатом ваши шансы сильно повысится тем самым вы начинаете работать 40 а то есть тоже 48 часов в неделю за полставки стажеры 9 из вас выгоняют того кто работал 56 часов берут нанимаются снова 10 и опять такая же игра это классовая борьба буржуразии против пролетариата в одной из самых жестоких форм сверх эксплуатации молодого человека может быть классовая борьба пролетариат против буржуразии великобритания рубеж двадцатых тридцатых годов прошлого века всеобщая забастовка всеобщая забастовка которая длится не один месяц попробуйте мы сильны руководство идет на уступки серьезным что в результате десятилетий если не столетий такой борьбы вплоть до кровавых жертв кстати найти откуда 1 мая пошло кому рассказывал не говорить не знаете чикаго конец 19 века американская демократия развитый капитализм рабочие выходят на демонстрацию с требованием 8 часового рабочего дня россии в это время работают в среднем 12 часов день без выходных провокация 1 потом вторая взрыв бомбы со стороны провокатора лидеров рабочего движения вешают или расстреливать не помню сначала хотели повесить помпа но расстреляли если не ошибаюсь борьба за восьмичасовой рабочий день смотрите фильм однажды в америке вот наталья геннадина пересматриваю лидеров профсоюзного движения мафиози сжигают в ванне с керосином чтобы не дай бог не устроили забастовку противоположная сторона борьба пролетариата с буржуазии буржуазии с пролетариат противоположность единство пока есть капитал будет наемный труд пока есть наемный труд будет капитал вот есть задача уничтожить буржуазию как класс слышали на до кровожадные большевики хотели уничтожить буржуазию как у вас ну на самом деле в годы сталинских репрессий уничтожали преимущественно не буржуазии коммунистов если вы посмотрите на данный при прессе им то большинство репрессированных это члены партии из партийных рядов органов нквд и 5 армии не интеллигенция не крестьянство кати не рабочие но это особая сторона медали ладно но на самом деле в маркетинской теории уничтожение буржуазии как класса означает уничтожение пролетариата как класса уж если нет капитала то нет наемного труда есть свободный общественный добровольный труд людей как собственников средств производства наемного труда нет класса пролетариата нет и уничтожение буржуазии как класса в общем мыслилась достаточно просто ты хозяин завода если ты ратье то пошел куда подальше у тебя нет права голоса условиях диктатуру придает физически тебя никто не трогает до тех пор пока ты не начинаешь вооруженную борьбу против советской власти то есть начинаешь вооруженную борьбу попробуй соединенных штатах начать вооруженную борьбу против президента лучшим случае пожизненное заключение а скорее всего просто пристрелят по дороге если ты хороший инженер и при этом хозяин тебя грят пожалуйста получать зарплату в 10 раз выше рабочего это факты новой экономической политики становись директором завода хозяином не будешь поскольку ты наем рабочий менеджер инженер в этом случае ты до член нашего общества получая права голоса участвую во всех политических делах никаких то есть хочешь получать прибавочную стоимость тогда ты встаешь по ту сторону живи мы тебя не трогаем и политических прав тянет сурово жестоко классовая борьба но это уничтожение буржуазийка классы пролетает как класс мы говорим не про политическую борьбу сейчас просто на этом примере я вам рассказываю про диалектическое противоречие сейчас есть другие формы снятия этого противоречия фриланс я вам говорят вы совершенно свободный работник никакого найма я вам с вами заключают договор вы выполняете работу при этом у вас страховки нет гарантии нет оплачиваемого отпуска нет пенсии нет в абсолютно суво вы из пролетария превращайтесь при коре при коре от почитайте жанна я точно к и соответствующих западных авторов к чему и вот этим диалектическим противоречиям которые мы будем с вами все время рассматривать и без них у нас ничего не получится во всяком случае в рамках того курса которая буду читать значит наверное я расскажу еще один момент вот все-таки о том что может быть если мы построим историческую цепочку давайте где-нибудь вот здесь нарисуем способов производства мы ее делаем предельно простой да соответственно вот три картинки это будет добрыжуазный это будет капитализм капитализм это будет пост капитализм ну давайте рисовать картинка технологический базис под подсказывать ручной труд ну и соответствующие ручные орудия труда до капитализм машины индустрии так и здесь что неизвестно в качестве гипотезы я вам хочу предложить творческий труд качестве анонса на будущее и маленькой аргументации посмотрите где больше всего творческого труда даже в современной экономике ну на первый взгляд вам придет то есть такой при первом поверхностном взгляде вы сказать ну как где менеджеры финансисты шоумены реклама пиарщики маркетологи и так далее да но на самом деле посмотреть повнимательнее в том числе на статистику то кажется что прежде всего это сфера образования детского садика до переобучения взрослых эта сфера здравоохранения эта сфера культуры в которую входят не только шоу-бизнес но еще и музеи многое чего другого это инженеры программисты и прочее если мы посмотрим на наиболее массовые сферы здравоохранения образования культура не шоу-бизнес то выяснится что в разных странах по-разному но третье до половины в этих сферах это люди которые работают в государственном секторе на деньги бюджета общественные деньги не частные деньги и создают блага которые являются собственностью каждого на все я чуть забегая вперед в виду это понять вот я сейчас не случайно показал на видеокамеру создаю некое богатство ну предположим что лекция является богатством да я не скромен но что делать я создаю собственность которая принадлежит каждому вы вовремя уходите сейчас самое страшное будет про коммунизм буду рассказывать и так каждый может посмотреть и сделать с этим все что хочет написать что это глупость в интернете написать что спасибо это хорошо ничто спасибо написать просто спасибо же это хорошо или наоборот это ужасно и прочее то есть вот здесь есть некая гипотеза что творческий труд может стать базисом некой новой пост капиталистической системы далее переходим в производственное отношение значит здесь давайте уточним есть способ координации но в частности рынок да есть отношение собственности есть отношение распределения дохода и воспроизводство я начинаю вам немножко вводить экономическую терминологию координации натуральное хозяйство я уже не буду вас спрашивать мы уже 10 раз это обсуждали до до буржуазности здесь рынок здесь давайте напишу пока пост рынок что такое пост рынок будем думать вместе один из примеров пост рыночных отношений википедия ну и соответственно викиномика вы википедии пользуетесь пользуйтесь денежки каждый раз большие платите за это не платите бесплатно есть некоторые сумасшедшие люди которые туда все закачивают тоже бесплатно более того только так туда все и закачивается конечно там есть какие-то косвенные варианты рекламы еще что то потому что мы живем в условиях капитализма но тем не менее этот пример пост рыночной системы может быть плановая система будем разбираться далее если мы говорим о собственности соответственно здесь личная зависимость от собственника раб крепостной тот кто является членом азиатской деспотии на ничем рабом азиатской деспотии да где государство он он же собственник власть собственность до отношения власти собственности его частная собственность рабовладельца на раба феодала на крепостного здесь у нас наемный труд и капитал еще говорю сегодня в двадцатом конце двадцатого начать двадцать первого века здесь все усложнилось будем сейчас разбираться тоже с этим но не сейчас через через неделю здесь пока я напишу абстракт на свободный труд что это такое будем думать труд вот то что я сейчас делаю значительной степени свободный труд я вообще профессор экономического факультета там получаю зарплату здесь я так какие-то символические денежки там несколько тысяч рублей вместе получают символически то же самое касается моих коллег которые здесь работа но нам здесь интересно экономическом надо читать то что положено за небольшим исключением здесь можно читать то что мне хочется это руководство факультет читать что он интересно и вы зачем сюда пришли значит это интересно если еще кто-нибудь останется после первых двух лекций то совсем будет замечательно свободный труд который принадлежит кому угодно для собственного удовольствия в некотором смысле можно считать что это свободное время и полное удовольствие от жизни вы на меня смотрите думаете сейчас все вопросы задавать будете распределение да давайте вот так ну здесь я не буду даже ходить здесь рента которую получает собственник государства собственник или собственник земли или собственник феодала то есть собственник крепостного собственника раба и тогда здесь прибавочная стоимость и заработная плата прибавочная стоимость м почему-то обычно обозначается но можно прибыль чтобы был проще профит да и заработная плата вэйдж соответственно высокий уровень неравенства здесь каждый берет сколько надо сколько хочется выглядит полной фантастикой да но если главный если не главное если базис этой системы творческий труд а творческий труд это интересно творческий труд это труд свойством со свойством самомотивации работают тоже хочу работать что меня заставляет работать то что мне нравится работать если еще деньги платят хорошо если не платит ну что делать хочется кто-то из великих физиков сказал что это что я делаю и удовлетворяю свое любопытство за общественный счет для тех кто смотрит мои лекции к цитировал уже не раз соответственно дальше вы благ получается столько сколько вам нужно для вашей жизни а смысл жизни это творчество то есть труд главная потребность труди тогда потребность во всем остальном становится меньше мы проект будем чуть чуть-чуть говорить то что это не сегодняшняя экономика я просто это анонсировал кстати сейчас в условиях кризиса действительно кризиса существующие модели позднего капитализма даже доводский форум провозгласил идею ответственного потребления не надо хапать слишком много говорят капиталисты да так маленький шажок в сторону коммунизма хорошо не будем увлекаться только что касается воспроизводства здесь фактически стагнации экономический рост почти отсутствует урожай все растет не урожай все падает империя победила экстенсивное расширение империю разогнали экстенсивное падение в целом изменения на протяжении тысячелетий причем в ряде случаев регрессивные если сравнить производительность труда в позднем риме производительность труда в ранней германии то окажется что за 500 лет произошло снижение производительность труда время она медленно медленно росла потом в средневековой европе так волнами опять медленно медленно росла в целом уровень остается примерно одинаковым на протяжении тысячи лет. Капитализм, накопление капитала, но одновременный прогресс производительных сил. А вот здесь развитие человека в диалоге с природой. Опять, до этого додумались уже даже лидеры доводского форума. Правда, делать не спешат, но теоретически провозглашено. Вот видите, на маленьком огрызке доски старомодным мелом, корявыми буковками, обрисована вся история мировой экономики.